Мы отрабатываем программу и прогреваемся. Я работаю на два станка. Ищем выпуклости и впуклости. Ищем мои мышцы. А между этим находим баланс радости. Ну, выпуклости как бы тут явно видно, где не с той стороны, с которой ты работаешь. Вот они там не выпуклости, а естественности. Не включайте, Сергей, защиту, пожалуйста. Я с добрыми намерениями. А мы же не включаем. Да-да-да, я вижу, я вижу. Господин Коломенский. Я вижу полоски вашего. Можно скажу, что мы делаем? Давай. Удлиняем выпуклости. Главное, что не будет выглядеть с утра. Главное, чтобы выпуклости были стойкостями. Авторские методики. Непревзаденный талант мастера по отбиванию выпуклости и пуклости. Сергей. Севастопольский. То есть чем же? Ясновед. Ну, ясновед, конечно, ясновед. Кто же ясновед, это не знает. Ясным взором, по утрам. Ну, так сказать, в данном театре, в данном спектакле исполняем роль ясноведа. А почему ясновед не занимается нижними чакерами? Потому что... Не дебатство тяжело. А у вас почему этот вопрос интересует? Ну, это... Доктор, а откуда у вас такие картинки? Вы вопросом на вопрос все время отвечаете? Конечно. Серьезно? Так это же Юг России. Как же вы ясновед? Здесь масса наших людей, ваших людей. Как же вы ясновед, когда вы должны ясновидеть все без вопросов? Никому ничего не должен. Никому? Нет, 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 нет. Вы... Я могу, а не должен. Это две разные вещи, понимаете? Должок я не помню. Кстати, про слово должен, должок, это первые ваши слова. Как-то вас интересно за вами наблюдать. Кому отправить это сообщение? Не, понятно, отправить. Ну, ладно, это надолго, я думаю, часа на полтора, на три. Да, да, да. Пленки столько нет. Есть? Для вас мы найдем. Вот, 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 уже хорошо. Чувствую худею. Телефон, ладно. Телефон у тебя тоже выправил. Простучит сейчас. Это будет продолжать. А вот и центры пошли. Те самые. По которым вообще многие боятся. Прикоснутся. Спереди не бить. Вот. А пинка мы... На этом и такое. Ты прогреваешься. Я работаю на два станка. О, на два фронта. На два фронта. Ты пока здесь прогреваешься, а ты встаешь. Вот. У нас с тобой отработанный механизм. Ну, товарищ, товарищ, а ну. Этот прием отработан. Да? Так, ну ты сейчас ну с тобой отработаешь, мне придется еще поскупать. То есть мы с тобой раскладываем каждую вещь на функциональные части. И после этого у тебя есть алгоритм, да? Здесь, смотри, я беру этот же холодный воздух, чистый. Вроде бы сюда я его гоняю. А на самом деле к печи. И он приводит сюда жар. Да? Да. Я вообще ничего не делаю в ближний раз. Просто... Однако в этот момент я тебя прогреваю. И ты лишь парасимпатикой будешь. А теперь я становлюсь по труху так, и я тебя обратно оживляю. Чувствуешь? Я делаю что? Это недавно. Я отреи желанию, правую, даю ей габарит. Чтобы она понимала, что это до сюда нужно думать. А вот отсюда мы можем уже отжать. Вот так. Теперь стиль, что я. Так? Теперь отсюда. Мы идем сюда. Прижат здесь, да? Нет. А отсюда, вот так вот, смотрите. Видите? Как бы вытаскиваем. Мы лимфу гоним к животику. Подходит? Не очень. А что? Потому что лимфа идет по отсасывающей методике. Сначала бедро, а потом боли. И ты сейчас сделала по гемотоку. Гемоток. Значит, мы сейчас свершили какой? Гемоток. Да. Гемоток свершился. Следствуем это, осталось только вот так. Да. Поэтому... А теперь мы делаем что? Обратно. Уже... Опустошаем лимфатические коллекторы. Ого! Нажали. Да, да, да. И у нас уже не мешает венозная отработка. Какая точка следующая? Вот здесь. Следующая. Под коленей достаточно. Под коленей. Просто надавливание, потому что там наваливание стоит. Да, вот наваливание стоит. Да, да. И следующая? Голеностоп. Голеностоп. Коллекторы открыты, коллекторы. И дальше можно от паха идти вниз. Нет. А что? Актомизация. Актом? Ну вот, мягко. Ну, тонизируя. Не тонизируя, тормозя. Тормозя, но ты должен стать сокращением артерии, чтобы нервная система не поняла, что ты есть другой человек. Так, мы сейчас делаем одну вещь, но с другой стороны. Уже не говорили, да? Открыли коллекторы. Раз. Два. Теперь. Теперь возможно дыхание. Опустошили. И отсюда, отверх, она. Дыхание возможно. Значит, мы пробуем вдох. Видимо. Видимо. И можно с небольшим. Желом. Желом. Сколько было. Ивану похвалу. Значит. Давай. Вдох. Ты видишь меня? Да. Вдох. Мне кажется, не видишь. Вдох. 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 Сделали что? Искусственная вентиляция. Да, искусственная вентиляция. Теперь по линфо-системе иди вниз. Подсосывающие методики. Какая методика? Рассказывай. Опустошаю сначала линфо-узлы. Вы говорите. Нужно делать следующее. Ампаж линфо-узлы. По-русски. Надавливание на линфо-узлы. Вот. Вот это вот уже линфодренажное. Вот видите. Вы теперь по-русски говорите. Вы же говорили о том, что методист. А мне нужно, чтобы в конце концов у нас программа была такая, чтобы любой бабушка и подросток сходу вас понимали. Они оказывались латерально, медиально, интоксикацией. Нет, бывает. Да, понимаете? Потому что количество друзей, которые у меня были, прекрасные йоги, закончившие мединститут, но ушли в эту остеопатическую школу. И после этого, как такие роботы, которые перенаполнены очень качественным знанием, но им пользоваться не могут. Потому что все время говорят на не нашем языке. Ох уж они... Сказал бы это. Вот, видишь, смотри. За счет того, что мы используем веник, мы используем логику протяжки, да? Вот. У меня есть нормальная эргономика. Я же спокойно сижу. Ну да. Я не являюсь этим, вот, мучеником обслуживания. Ого! И ты намусоришь, они все подметали. Ого! 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 Субтитры создавал DimaTorzok